Я желаю вам в Новом году О Христе повествуя миру Я желаю вам милости Божией Чтоб Господь стал еще дороже Я желаю вам в Новом году Разорвать бренных дел суету И почаще молиться в тиши Заполняя пустоты души Я желаю, чтоб в небо смотрели Чтобы сердцем Иисусу пели Восхваляя и в горе, и в счастье Били верными Богу в династии Мы не знаем, что ждет нас в пути Я желаю, чтоб Бог всегда впереди Шел всегда, открывая нам двери Чтобы твердо была наша вера Я желаю вам в Новом году Еще ближе быть ко Христу Слава Богу Мир вам, дорогая Церковь Сегодня, слава Богу, по милости Божией Мы вступили в Новый год, друзья И вот как в этом гимне мы пропели о том Что кого-то будет ждать участь другая Да, это очень страшно и печально Вы знаете, и вчера вот так вот С женой Станей Так вот, ну просто размышляли Есть один очень старый фильм Ну мы его не смотрели Просто вспомнился Ирония судьбы или с легким паром Знаете, как это все показывает Помпезность, как люди встречают Новый год Сколько они тратят своих средств Да, и сил Подготовка к этому А в итоге это обильное возлияние Это объедается человек И просто радуется чему? Радуется просто, знаете Еще одному году своей жизни, да? Но, знаете, друзья Сегодня у нас будет молитва за миссионеров Но так как сегодня первый день в году И знаете, так Господь мне на сердце положил Сегодня поговорить, порассуждать О ценности времени, об этой жизни О том, что очень важно для каждого человека И вы знаете, любой верующий или неверующий Он согласится с тем Что дни жизни они улетают Вот, ну невозможно Знаете, это такая же аксиома Это такая же вот истина Как и то, что каждый умрет Ну нет таких людей, которые говорят Ну вот у меня время идет не так быстро Оно улетает Особенно это понимают люди дальше уже с годами И это дай аминь Как и говорит Священное Писание Просто мы, как верующие люди Мы знаем, чего нам ожидать Боимся ли мы смерти? Да, человек привыкает здесь И у него есть семья, дети И есть радости в жизни Конечно, особенно молодым людям Конечно же, хочется еще жить Но мы, как верующие люди Друзья, мы понимаем то, что Там за гробовой доской не заканчивается жизнь Там действительно будет жизнь иная То, что не видел глаз И не приходил этому человеку И не слышал это ухо То, что приготовил Бог для любящих его Это великая истина, друзья И сегодня Вот знаете, я так вот размышлял Но если мы не празднуем этот праздник Ну, как мы его можем праздновать? Ну, Новый год Я вспоминаю, как Знаете, ну просто где-то Я помню С одним человеком я как раз работал Он был верующий тоже Мы с ним молились вместе Когда Новогоднюю ночь, когда мы встречали Тысячелетие новое Да, как-то где-то Ну, не то, что мистика Ну, где-то захватывает дух немножко Да, что вот Нам довелось родиться и жить Вот И перейти в новое тысячелетие Но не более Не более Знаете, Господь нам дал И календарь, и исчисление лет И исчисление дней Для чего? Ну, уж точно не для того Что мы им объедались Напивались И просто Или просто считали И загадывали всех То, сколько Дольше кого проживет Вот А для того, друзья Что мы Мы исчисляли эти дни Чтобы приобрести сердце мудрое Для того, чтобы Познать Господа Благодарить Его в своей жизни За все то, что Он делает Возрастать в нем Приносить плод для Господа И Это действительно Очень важное Нашей жизни Мы вступили, друзья В этот год Да И Знаете, я хотел бы Чтобы сегодня Ну, не только, друзья Вот Я Когда вот проповедую Я, прежде всего, конечно Говорю о себе Потому что так должно Так должно быть Каждый человек Который размышляет Об истинах Божьих Говорит он это людям Или Он читает это Он Ну С кем-то наедине беседует Он, прежде всего Это должен Соотносить к себе И к своей жизни Я хотел бы Чтобы мы сегодня, друзья Вот Просто поразмышляли Во время этого служения В молитве Как мы прожили Прошлый год Были ли у нас Какие-то дни Бесцельно прожитые За которые, знаете И стыдно вспомнить И сколько их было Ну Не то, что там считать Это понятно Это сложно Были ли дни Когда действительно Мы можем С хвалой И благодарностью В сердце сказать Господь Слава Богу Что Ты Действительно Есть Господь В моей жизни И мне не стыдно Вспомнить этот день И просто Просто проанализировать Какой-то Фрагмент Своей жизни Отрезочек Своей жизни А перед вечностью Это вообще Ничего не значит Вы понимаете Мятутся народы Пока они Не успокоятся В Господе Знаете Еще Своего детства Я вот так вот Знаете Замечал Только это Я еще не связывал С Господом Хотя бабушка Меня водила В собрание И знаете Еще не понимаю Вот как дети Маленькие ходят Но уже Господь Работает с ними Я Знаете Вот если что-то Бывало Плохое Происходило В этом дне Я с каким-то Сожалением И думал Господи Этот же день уйдет И он никогда Больше не повторится Никогда Вот то И ту ошибку Что вот я сделал Но это только В фильмах Фантастики Да Где человек Может вернуться В прошлое И изменить И Ну какое-то Знаете Такое было Ну даже Сожаление Но когда я уже Пришел к Господу И понял Действительно Что Мы не должны Жить прошлым Мы не должны Думать о том Что Есть какие-то Ну какие-то Да Осознавать И каяться за это Обращаться к Господу Но Но не жить Прошлыми днями Как К сожалению Большинство Населения Нашей Нашей Страны Особенно Пенсионеры Вспоминают Те Советские времена Сожалением Об утраченном Рае Так сказать Против того Что есть сейчас Но мы понимаем Вот как вчера Брат говорил О том что Ждать для чего Лучшего Мы не можем Ждать каких-то Удобств Да мы хотим Чтобы еще на этой земле Господь благословлял нас Это естественно Нормально Но Мы понимаем Что этот мир Он потихоньку Как вот Знаете Жизнь человеческая На год Человек Приближается К своей смерти Так и Этот мир Еще на год Приблизился К своему концу Когда это будет Никто не знает Знаете Друзья В этом мире В созданном Господу Есть Время для всего И Книги Экклесиаста Есть Прекрасный Отрывок Где Описывается Я хотел бы просто Прочитать Освежить это В нашей памяти Поразмышлять Может быть Кто-то не знает Этот отрывок Чтобы он Прочитал Вместе с нами Третья глава Экклесиаста С первой С первого стиха Всему свое время И время Всякой вещи Под небом Время Рождаться И время Умирать Время Насаждать И время Вырывать Посаженное Время Время Убивать И время Врачевать Время Разрушать И время Строить Время Плакать И время Смеяться Время Сетовать И время Плясать Время Разбрасывать Камни И время Собирать Камни Время Обнимать И время Уклоняться От объятий Время Искать И время Терять Время Сберегать И время Бросать Время Раздирать И время Сшивать Время Молчать И время Говорить Время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Господь дал автору этих строк, написанных в Священном Писании, мудрость как бы показать здесь весь мир, друзья. Здесь не обращается именно к верующим людям, потому что верующие люди, да, они не должны воевать, да. Но мы знаем, что в этом мире одна как бы, ну, к примеру, мир был встревожен в нашей местности войной, да, проходит какое-то время и приходит новая, да. И мы только ждем мира, но мира по сути дела нет, приходит новая там пандемия. И мы не знаем еще, что приготовлено, но мы, друзья, непоколебимо в своем сердце верим в то, что Господь сказал, я не покину вас никогда, и мы в его руке. Каждая минута, друзья, прожитая нами, просто так вот задумайтесь, она, мы ее можем с пользой провести. Иногда одна минута, она что-то может решить в нашей жизни. Одна минута. Где-то промолчать и не сказать слово какое-то, да, в каком-то споре, и не нажить себе врага. Где-то еще, допустим, быть расторопнее, совершить какой-то поступок, знаете, спасти, возможно, даже кому-то жизнь, не колеблясь и не думая. Знаете, это такие вот, как нам кажется, да, такие вот мгновения, но на самом деле, друзья, из этого устроена вся наша жизнь. Вы знаете, я вот так вот размышлял о том, что вот, ну, у нас ценное, да, в нашей жизни, наше здоровье, да, ну, я имею в виду конкретно человека, ну, конкретно, допустим, меня, ну, что там думал, здоровье, да, силы, чтобы силы еще были, да, вот у человека, финансы, ну, без них никуда, чтобы действительно кушать хлеб, приобретать все, ну, то, что было бы довольно для жизни и благочестия. Потому что действительно так вот устроен мир. Но, знаете, друзья, я так подумал, что то же время, оно ценнее всего этого. А знаете, почему? Потому что даже несмотря на то, что человек заболел, он может выздороветь, да? Если у тебя, ну, по какой-то причине не стало финансов, Господь может благословить тебя, и ты еще заработаешь, силы тебя покинули, они восстановятся, время же невозможно вернуть. Если когда-то ты в свое время, допустим, не пободрствовал, что-то, допустим, ну, поступил не так, да, то уже назад время не вернешь. То есть дается время для, ну, для каждого поступка, да, ну, для каждого эпизода нашей жизни есть свое время. И поэтому Священное Писание, Слово нашего Господа, оно учит дорожить этим временем и действительно как сокровище, как сокровище, самому большому сокровищу нашей жизни относиться к Нему. И в Ефесянах, все знают прекрасно это место Священного Писания, там написаны такие слова, 5 глава, 15-16 стих, там есть такие слова, которые провозглашает апостол Павел. Да, там есть вот такие слова, дорожа временем, потому что дни лукавы. То есть действительно мы должны дорожить этим временем, да, данным нам от Господа, потому что дни лукавы. Представьте тогда апостол Павел, когда он говорил это тамошней церкви, да, кстати, вот он был действительно очень ярким миссионером, да, вот сегодня мы будем молиться за миссионеров нашего братства. Он насаждал через него Господь новые церкви, и он учил их в истине, как действительно нужно возрастать в Господе. И смотрите, лукава, лукавство действительно это обман, да, и, к сожалению, это время, да, когда люди не с толком, праздно очень проводят его, они действительно обманывают самих себя, то есть лукавый обманщик, да, и это время, оно проведенное не с пользой, оно не имеет для них никакой ценности. И, к сожалению, тогда получается, что они, как мы уже в этом псалме пропели, да, перед проповедью, они не будут иметь никакого, действительно, жизни с Богом, и это очень страшно. Я себе представил, друзья, что наша человеческая жизнь, она подобна, ну, вот этим часам таким, ну, как раньше были, в которых заливается песок, да, и сыпется. Казалось бы, сколько там, 3 минуты, да, ну, я не знаю, ну, по стандарту, по-моему, может быть, есть больше, есть меньше, и, казалось бы, это очень мало, да, для нас, но мы смотрим. Представьте, как Господь, как Вечность смотрит на нашу жизнь. Не подобно ли это действительно этим песчаным часам? То есть высыпается песок, и жизни уже человеческой нет. И что успел человек в жизни? Мы знаем из истории очень много великих людей, да, которые даже возглавляли целые империи, их больше нет. Они ушли, они растворились, многих со временем даже нет могилы, да, она и уже не нужна. Какие же, друзья, вот, главное для нас, я подытожил два главных пункта в жизни человека, абсолютно каждого, каждого жителя этой планеты во все времена. Первое – это покаяние. Каждый человек, каждый человек, живя на этой земле, друзья, это не просто какие-то стандартные слова, а мы можем задуматься, что каждый человек, он должен в своей жизни покаяться, дать сердце Господу. Каждый человек. Кто-то может сказать, что, знаете, я раньше тоже так вот думал, что еще, в принципе, рано, еще время придет. Но, слава Господу, когда Господь позвал меня, я преклонил колени, отдал Ему свое сердце. Знаете, и одно из мест Писаний, которое вдохновило меня тогда, они записаны, Иван или Матфея. Третьей главы. Из третьей главы читаем вторым стихом. И говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Знаете, когда я поначалу читал это место Священного Писания, я думал, что это говорится о том, что скоро на этот мир придет конец. Но на самом деле, друзья, эти слова Священного Писания, этот текст Священного Писания и кровь гораздо глубже смысл. Смотрите, так как я уже ранее сказал, жизнь человека – это как песок, который высыпается. Это как пар, да, на краткое время поднимающийся. То Царство Божие, оно приблизилось к жизни каждого человека. Завтра может не наступить. Как для этого всего мира, так и для нас с вами, да. Слава Богу, мы живы, мы радуемся в Господе, и это прекрасно. Это чудесные минуты, да, которые Господь нам дает здесь, на земле. Но мы должны также, друзья, каждый, вернее, человек, да, мы, слава Богу, уже обратились к Господу, я думаю, большинство. Но говорит Господь, видите, здесь, через Иоанна Крестителя, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это однажды, Господь, когда я обратился к Господу, я просчитал, и я, знаете, покаялся, получается, за день до моего прихода в церковь, все-таки, когда я переступил порог молитвенного дома, я не стал тянуть. Знаете, Господь так сокрушил мое сердце, я преклонил колени, потому что я понял, что, я не знаю, я так и молился, по-моему, что, Господи, я не знаю, что будет завтра со мной, но сейчас, сейчас, дверя моего сердца приблизилась к Царстве Божьей, и я хочу, Господь, сейчас в сокрушение обратиться к Тебе. И, слава Богу, Господь действительно чудесным образом изменил мою жизнь. Апостол Павел, в послании к Коринфянам, есть там такие слова, «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Сейчас, никогда не будь. Знаете, одна из, действительно, лжи, вот почему даже и время лукавым называют. Лукавый тоже работает здесь, знаете, он говорит, в принципе, можно отложить, потом, попозже, завтра, послезавтра, ну или так, как знаете, бывает, ну это грубое сравнение, как вот бывает и у меня это в жизни, какую-то важную работу, она сейчас важна, ее что-то сделать по дому, потом отлаживаешь, потом через время забываешь и понимаешь, что это уже вроде как и не важно. Ну, когда-нибудь я успею, отлаживаешь на потом. Так где-то приблизительно и получается в жизни тех людей, которые отлаживают свое спасение, свою встречу с Господом. Есть еще люди, которые говорят о том, что, да в принципе, я не, ну, я как бы и не с Богом, да, вот пока, ну и не с дьяволом. Но в самом деле, это абсолютная ложь, потому что Священное Писание нам говорит здесь же, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Третьего варианта нет. Либо ты имеешь Дух Христов, либо ты имеешь другой Дух. Об этом четко говорит нам Священное Писание. И второй, друзья, вот очень важный для каждого человека пункт, он уже более, как бы, нам сродни, да, верующим людям. Это нам всегда нужно за все благодарить нашего Господа. За все благодарить. Знаете, очень часто так уж устроен человек, наша природа, что мы чаще в молитве, в просьбе, может быть, у меня одного так, я не знаю, ну, я вот за себя скажу, что, ну, как какая-то проблема, да, начинаешь усиленнее молиться, просить Господа, а получаешь ответ, получаешь результат, а всегда ли благодаришь? Иногда вспоминаешь, говоришь, Господи, прости, прошло уже несколько дней, ты благодаришь. Иногда вспоминаешь молитвы, даже не думав об этом. о Священной Писании, мы читаем это в 1 Фессалоникийце 5,18, там написано, за что конкретно мы должны благодарить Господа. там, друзья, не открывается? 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. За все, то есть за все автоматически получается всегда, всегда мы должны, друзья, иметь благодарное сердце. И вы знаете, один из моих любимых таких библейских персонажей, действительно яркая очень такая личность, это царь Давид, псалмопевец Давид, и который действительно имел сердце благодарное, и как пример я хотел бы открыть, чтобы мы открыли 15-й псалм, 15-й псалм Давида, 6-го по 11-й стих. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесну и меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовало сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей ваде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицем твоим блаженства в деснице твоей вовек. Как говорят богословы, которые следуют Священное Писание, Давид написал этот псалом, не будучи царем, а как раз когда он был в изгнании и переживал самые тяжелые периоды своей жизни, когда за ним гонялся Саул. Но видите на примере этого помазанника, мужа по сердцу Божьему, человек, который действительно претерпел многое, но остался благодарным Богу. Был ли он верен? Он совершал ошибки, как и каждый из нас, но он был благодарен Господу. Друзья, я хотел бы, чтобы сегодня мы в молитвах также благодарили Господа, друзья. Благодарили, я не знаю, если человеку не за что благодарить Господа, то вообще встает вопрос, верующий ли он. Потому что верующий человек благодарит Господа за то, что он дышит, что он живой, что он ему дает ноги, на которых он двигается, здоровье, и за все, даже за какие-то испытания в жизни, за всевозможные, знаете, даже какие-то, может, не совсем приятные вещи. Господь наполняет нашу жизнь смыслом. И я слышал вот такое выражение, что когда мы, когда благодарное сердце является самой лучшей защитой от лукавого. то есть если человек он благодарит, он в защите Божьей. Он действительно в постоянном таком, знаете, диалоге с Господом. Он постоянно общается с Ним. Он не забывает своего Творца, он всегда благодарит Его, не только за те нужды, которые он принес Нему, но и за то, что Господь хранит его. И вот интересно вот, друзья, шестой стих, где там написано «Межи мои», 15-е псалма, «Межи мои прошли по прекрасным местам». В современной Библии я прочитал, как там написано «Прекрасно доля выпавшая мне». То есть смотрите, Давид благодарил Господу за ту долю, за ту жизнь, которую он подарил ему, которая выпала ему, несмотря на то, что он пребывал в гонениях, за то, что он пребывал в стесненных таких страшных обстоятельствах, но он благодарил его. Друзья, мы не знаем, что этот год ждет нас, но мы благодарны Господу, что мы познали его, что мы покаялись, друзья, мы благодарны ему, что он дает нам дни жизни, мы благодарны ему, что Он действительно открылся нам В наших сердцах Давайте мы будем, друзья Не забывать благодарить Его Как я ранее сказал, за все, друзья И ценить Это время Данное от Господа И употреблять его Чтобы нам, каждому В сердце своем не было Знаете, как-то Неловко перед Господом Как-то неловко даже перед самим собой Что мы как-то не так Прожили этот день Как-то не так, как Не так, как бы хотел Господь Не по Писанию Будем также молиться, друзья И за покаяние Наших всех родных, близких, знакомых За город, страну За то, чтобы Господь Касался еще сердец тех людей Которые не познали Его И чтобы радость Этими временными явлениями Возлиянием спиртного И объеданием Она действительно Переменилась на эту внутреннюю Духовную радость Радость Господе Сейчас вот эти дни Мы еще будем праздновать Рождество Господне И неоднократно с проповедей Говорится, какой смысл Действительно сокрыт В том, что пришел Маленьким младенцем Бог на эту землю И совершилась Великая тайна Боговоплощения Чтобы спасти Каждого человека Также будем молиться Друзья, за миссионеров Нашего братства И по всему лицу земли Вы знаете Господь Когда Он Уходил Он Ну, когда Он Ну, это мы читаем Можем прочитать Иван Илья Марко 16 глава 14 стиха Наконец-то явился Самим 11 воздружавшим На вечере И упрекал их За неверие И жестокосердие Что видевшим Его Воскрешего Не поверили И сказал им Ученикам Идите по всему миру И проповедуйте Евангелие Всей твари То есть Будьте Миссионерами И вы знаете Он не сказал это Только апостолам Он не сказал это Только пасторам Он это сказал Каждому из нас Друзья Мы ученики Его И сегодня В принципе Молитва Понятно За определенных Служителей Миссионеров Да Которые В стесненных обстоятельствах Вчера вот такая Вот Сестра вчера По-моему говорила О том что 200 с чем-то Миллионов людей Они в гонении И представьте Там миссионеры Как им приходится В этих странах Тяжелых обстоятельствах Действительно Чтобы Потому что Молитва церкви Она имеет огромную силу Когда мы молимся Чтобы Господь Благословлял Чтобы Господь Подкреплял И Ну Избавлял Действительно И давал Свободу проповеди Давал Ну Действительно Возможность Хотя бы Возможность Проповедовать Евангелие Мы Друзья Господи Мы самые Действительно Счастливые люди Господь Есть наш Бог Он самый Всемогущий Да И нам не нужно Искать кого-то Другого Он единственный Кто имеет Глаголы Жизни Будем Друзья Благодарить В этот Наступивший Первый день Года Да Не за того Что это первый день Года Мы должны Благодарить Постоянно Просто давайте Будем Так вот Размышлять В своих сердцах О том Что Как ценно Это время О том Что действительно Этому Мир Заканчивается Знаете Как жизнь Человека Потихоньку Заканчивается Так и заканчивается Жизнь этого мира Будем Благодарны Господу Всегда Будем Молиться Друзья Аминь